Я стою рядом с очень знаменитым шеф-поваром, мне нужно козырнуть. Вуаля, идеально. Поджарено с одной стороны, я могу? Вот так. Вы видели, как Санжиф только что испортил мою аккироти? Да, и сразу её подправил. Видите? Будьте готовы, он может здесь остаться. Это восхитительно. Мы подадим следующую министру, посмотрим, что с ней станет. Попробуйте одну ложечку. Одну я могу попробовать. Я вижу, что она всё ещё жива, так что давайте я попробую. Он специально выжидал. Я предложу вам один рецепт. В Карнатеке он очень знаменит. Но я его немного изменил. Я собрал немного зелени разных сортов, что растёт поблизости, и подумал, что так будет лучше всего. Я добавлю сюда побольше зелени, раз уж вы заговорили о полезных продуктах и зелени. На самом деле я это люблю. Я выключу. Почему именно Карнатека? Потому что большую часть моего детства я провёл в Карнатеке. Когда вы росли, вы хоть иногда готовили? Хоть немного? Никогда. Никогда. Дома мы никогда не заходили на кухню, кроме как на праздник ганишче торти. Никогда не заходили на кухню? В тот день мы заходили только чтобы сделать сладкие кодобу. Кодобу. Да, здорово. Я наслышан о вашей досе. Сегодня мы будем готовить лепёшки акироти. Акироти. Хорошо. Да, но всё же я немного слышал о вашей досе. Что же в ней такого особенного? Это моя интеллектуальная собственность. Интеллектуальная собственность? Интеллектуальная собственность. У гуру не может быть интеллектуальной собственности. Он должен делиться всем. В жизни нет секретов. Нет секретов. Когда речь идет о пище, мы, повара, всегда говорим о балансе вкуса. А вкус у каждого свой. Но при желании можно развить любой вкус. Да. Но в то же время есть фундаментальные правила того, как смешивать вместе острый, кислый, сладкий и соленый вкусы. Люди могут сказать, что это предвзятое мнение выходца из Южной Индии. Но я исследовал этот вопрос, отбросил свое культурное наследие и просто изучал пищу. Не думаю, что где-то еще люди нашли столько способов сочетаний этих четырех вкусов — соленого, кислого, острого и сладкого. Сотни сочетаний. И я думаю, что здесь больше сочетаний, чем где бы то ни было. О, пахнет чудесно, великолепно. Я вижу четкие края. Да. Пахнет очень хорошо. Поджарились с одной стороны. Я могу? Раз я поджарил одну сторону, вторую я оставляю вам. Осталось только мастерски перевернуть. Мне это нравится. Замечательно. Отлично. Да, с легкостью. Вот так. Секрет в том, чтобы использовать сковородку с маленьким бортиком. Да. Это одна из причин, почему лепешка медленно готовится. Потому что сковородка плоская. Вы видели, как Санжиф испортил мою Аки-Роти? Да. Но тут же ее и подправил. Видите? Хорошо. Да. Все исправил. Да. Раз мне ее есть... То мне ее и подправлять. Хорошо. Что ж, посмотрим, что у нас здесь. Думаю, достаточно. Я люблю зелень. Вы не можете любить собственное блюдо. Это я должен его полюбить. Это я должен его полюбить. Сначала я его полюблю. Да, я приготовлю с любовью. Но в итоге, имея значение, полюблю ли блюдо я... Без сомнения. Вы всегда готовите для кого-то. И я верю, что если готовить что-то с любовью, оно в итоге... Это касается не только готовки. Чего угодно. В любом деле. Если вы делаете что-то в приятном настроении... Да, да. ...то все получится. Если вы готовите с любовью и подаете с любовью... Даже если получилось невкусно, никто не будет против. Вуаля! Идеально. Выглядит красиво. Выглядит очень-очень хорошо. Получилось то, что надо с точки зрения геометрии. Я всегда был немного одержим геометрией. Я люблю, чтобы все было геометрически точно. Я немного переживал за последнюю лепешку. И правда, эстетика – важный аспект пищи. Мы говорим, что все чувства важны. Сначала мы едим глазами. Затем аромат, вкус. Прикасаемся к пище и слышим ее. Она должна привлекательно выглядеть, привлекательно пахнуть и быть привлекательной на вкус. И она должна привлекательно перевариваться. На самом деле, даже звук пищи – это то, что сейчас... Я предпочитаю, чтобы моя еда не издавала никаких звуков. Нет, при приготовлении. Слышите? Потрескивание. Звуки приготовления – это хорошо. Позвольте мне подать вам немного чатни. Это мятный чатни. Как мы говорили, начинаем есть глазами. Будьте готовы, он может здесь остаться. Хорошо. Даже не сев этого, я готов здесь остаться. Я останусь здесь, потому что он так много путешествует. Кто-то должен позаботиться об этом месте. Поэтому я согласился остаться. Спасибо. Это честь для меня, Садгуру. Этим утром вы говорили об аромате. Вы пробуйте, пробуйте. Давайте. Разговоры ведут только если еда плохая. О, нет. Хорошо. Мы предложим следующую министру. Посмотрим, что с ней станет. Восхитительно. У вас сейчас садана? Или попробуете ложечку? Я могу попробовать одну ложечку. Я вижу, что она все еще жива. Так что давайте, я попробую. Он специально выжидал. Он специально выжидал. Однажды, когда я смогу себе это позволить, у меня будет такой шеф-повар, как вы. Нет. Я наелась. Спасибо. Спасибо, что приехали. Мы были рады вас принять. Спасибо. Спасибо. Спасибо.